Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, в котором вы узнаете о самых интересных событиях из автомобильного мира. И сегодня я расскажу вам о таком. Chevrolet планирует выпустить тысячесильную версию Corvette. Японцы отложили премьеру нового поколения Lexus IS. Audi RS Q8 получил тысячесильную версию. Любите американские тачки и не представляете, как будете жить без звука огромного V8? Что ж, тогда эта новость точно для вас. Компания Chevrolet анонсировала экстремальную версию для нового Corvette и планирует представить в течение следующих двух лет тысячесильный вариант легендарной американской двухдверки, который будет располагаться над более доступными версиями Z06 и ZR1. Вы, наверное, уже представили могучий V8, раздутый до 1000 сил и выдающий громкий рык через четырехствольную выпускную систему. Что ж, спешу вас расстроить, все будет немного не так. Все дело в том, что новый Corvette – это целый набор нововведений. Сначала американцы отказались от классической переднемоторной компоновки и превратили двухдверку в подобие Ferrari. А теперь, если верить слухам, главное достояние американского автопрома пойдет по пути электрификации и получит гибридную силовую установку, в основу которой якобы ляжет 5,5-литровый V8, работающий в паре с несколькими электромоторами. Таким способом американцы планируют добиться отдачи в 1000 сил и 1350 ньютон-метров крутящего момента и встряхнуть зажравшихся конкурентов из Lamborghini и Ferrari, которые давно уже пользуются преимуществами гибридных технологий. Что ж, посмотрим, что из этого получится и как это скажется на цене американской мечты. Lexus отложил премьеру нового поколения седана IS. Для тех, кто не в курсе и не подписан на наш инстаграм, премиальный бренд должен был показать 9 июня новое поколение четырехдверки. По слухам, главный японский конкурент BMW 3 серии и Mercedes C-Class будет построен на новой платформе Toyota TNGA-L, что явно не добавляет автомобилю премиальности. Ведь данная тележка в том или ином виде используется на более доступных моделях концерна Toyota. К тому же в компании хотят урезать линейку доступных модификаций и избавиться в этом поколении от подогретой версии F-Sport. И здесь задаешься вопросом, а чем же японцы будут отвечать на такие модели как M340i или C43 AMG? Я уж не говорю за старшие версии M3 и C63. По слухам, это бремя ляжет на плечи топовой версии с 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом и отдачей в 416 сил и 600 Нм крутящего момента. К тому же нет никакой информации, что в Lexus откажутся от использования 5-литрового V8, который вполне мог бы стать уникальным явлением в этом сегменте и переманить часть клиентов атмосферным двигателем. Самое главное, чтобы программисты Lexus наконец-то допилили свое программное обеспечение, так как в данный момент это одно из самых слабых мест японских автомобилей. Больше информации мы сможем узнать о новинке уже в день премьеры, дату которой компания публикует в ближайшее время, а мы в свою очередь добавим соответствующую информацию в наш инстаграм. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить! Заряженный кроссовер Audi RS Q8 получил 1000-сильную версию. Само собой, это не заводской вариант, а новый проект – тюнинг ателье Wills & Mo. Если быть точным, то автомобиль выдает 1010 сил и 1250 ньютон-метров крутящего момента. Если честно, подобные показатели немного пугают, ведь не каждый суперкар способен похвастаться такими параметрами. Правда, чтобы добиться такой отдачи, ребятам пришлось модифицировать турбокомпрессоры, заменить впускные коллекторы, установить новую выпускную систему и вырезать абсолютно всю экологию. Другими словами, данный автомобиль – это ночной кошмар Греты Тунберг, ведь он не подходит ни под один стандарт Эко-норм и его нельзя эксплуатировать на территории той же Германии. Как заявляют в ателье, данная версия больше рассчитана на экспорт и обойдется клиенту в 41 933 евро. Стоит также отметить, что это далеко не финальная сумма, ведь кроме технических доработок можно заказать настройку подвески и фирменные 24-е диски. Самое печальное, что в компании не провели соответствующих замеров и неизвестно, какие динамические характеристики у данного экземпляра. Для тех владельцев, которые боятся за сохранность природы и своих конечностей, есть варианты попроще, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики и не забывайте о нашем инстаграме, ссылка на который есть в описании к этому видео. Всем удачи, пока!